Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Любимый начал пить после того, как сократились работы. Пьёт два месяца каждый день. Не видит проблемы, так как считает, что пил пиво и фидер это ерунда, но он реально каждый день пьёт и периодически крепкие напитки. У него изменётся круг общения, недавно он меня бросил и сказал, что полюбил другую девушку. Младше его, она 12 лет, студентка, одна из тех, с кем он пьянствует. Говорит, что она его не упрекает и не портит настроение. А как я могу молчать? Первый месяц думал, ладно, пусть с ними стресс отдохнёт. Потом прекращил каждый раз. Мышки мусора вон, соседи жаловались на шум. Кошку родителям своим отвезли, работу не ищет, на тренировке перестал ходить. Мы не жили вместе, я приходил один-два раза в неделю, и это ужасно. Лицо отёк, шеф болеть начал. Я стал говорить, что надо прокапаться, не пить хоть пару дней. Он влюбился в собутыльницу на лодинку и меня бросил. Очень сильный удар после нацельки. Как справиться, спасать его после измены не хочу, хоть и жалко, и страшно. Ну, давайте мы с вами для начала уточним вот какой момент. Вы говорите, что для вас это удар по самооценке. А вот можете ли вы сказать, каким образом это ударяет вас по самооценке? Как вас это ударяет по самооценке конкретно? Можете ли вы это сказать? Я могу вопрос, в принципе, переформулировать, да? В следствии чего вас это бьёт по самооценке? То есть где связь между условно вашей самооценкой, да, и тем, что вот произошло, да? То, что вот мужчина там находится в определённом, ну, скажем так, кризисе, да? Вот, ну, мужчина там переживает, да, там, нелёгкие, да, там, ну, нелёгкие, не лучшие, можно сказать, времена своей жизни. Вот, и, вот, вопрос, на мой взгляд, заключается в том, вследствие чего вас это бьёт по самооценке, как я уже сказал. Вот, очень хотелось бы этот момент поисследовать, как минимум. Дальше, дальше. Значит, да, вам больно, вам больно в этом смысле. Вы чувствуете боль. И вы чувствуете, ну, вот, может быть, может быть, разочарование. Вы чувствуете, может быть, ещё что-то. Эти чувства, которые вы испытываете, вам надо, ну, прожить. Если вы не будете их проживать, вот, то вот вы рискуете, значит, ну, в какой-то степени, да, вы рискуете застрять. Вы рискуете застрять, вот, в этом состоянии, вот, и, в общем и целом, рискуете, начать, скажем так, в его, 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 в его. погружаться, вот, если не будете психоэмоционально проживать то, что сейчас чувствуется, вот. Дальше, чтобы я рекомендовал еще, так это пожалуй, поисследовать психологическую игру, значит, все за тебя и за зависимость. То есть я бы очень рекомендовал вам поисследовать эту историю, вот, ну, просто чтобы вы увидели, что очень может быть, что вы находитесь в созависимости сейчас с человеком, вот, поскольку сам человек является зависимым. Вы пишите жалко и страшно. Жалко его? Почему? Страшно за него или за себя? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...